Здравствуйте, дорогие друзья! Очередная неделя подходит к своему завершению, а это означает, что время информационному блогу от Славянской Церкви адвентистов 7 дня здесь в городе Сакраменто. Мне, как всегда, очень приятно приветствовать всех моих братьев и сестер, членов нашей общины, а также всех тех, кто следит за жизнью и служением нашей общины. Божьих вам благословений, дорогие друзья! Как всегда, несколько слов о служении в эту субботу и о предстоящих мероприятиях. Итак, в эту субботу у нас особенное служение. Всемирный день следопытов и искателей приключений. У нас будет особенное служение посвящений новых ребят, искателей приключений, следопыты. Я верю, что это большое благословение для подростков, для детей, потому что оно помогает им становиться ближе друг к другу. Оно помогает им узнавать очень много интересного об этом мире, чего-то учиться самостоятельно. Особенно это помогает им ближе становиться к Богу, когда они исследуют Священное Писание. Поэтому рад, что эти клубы есть в нашей церкви. Очень благодарен Богу за команды, за лидеров этих клубов. И надеюсь, что завтрашнее служение будет особенно благословенным. Проповедовать будет пастор нашей церкви Александр Ханчевский. Так что всем желаю Божьих благословений на завтрашний день. Также хочу напомнить, что завтра в 5 часов вечера руководитель музыкального отдела нашей церкви Юрий Черненко собирает всех певцов, музыкантов и звукооператоров. Как я уже говорил несколько раз подряд, это будет особенная встреча. Уверен, она будет очень интересной и полезной. И мы приглашаем не только тех, кто уже совершает служение в музыкальном отделе нашей церкви, но и тех, кто хотел бы присоединиться к этой команде. Поэтому, друзья, всех вас ждем в 5 часов вечера. Кроме приятного общения, интересных тем, будет еще чаечек, печеньки. Так что будет возможность познакомиться друг с другом поближе. Пожалуйста, не пропустите эту встречу. Также хочу сказать, что в это воскресенье у нас состоятся два бракосочетания. Это будет свадьба Марка Руссу и Даниэла Уласаевич, а также Максима Филина и Евы Глушенко. Мы искренне поздравляем и желаем Божьих благословений, чтобы церемонии прошли благополучно и чтобы вся жизнь была благословенной. Всего вам хорошего, дорогие ребята. Также хочу напомнить, что в следующую субботу, 23 сентября, у нас в гостях будет секретарь конференции. Уже несколько раз об этом говорил, Хосе Марин. И служение обещает тоже быть очень интересным. И не пропустите его. Приглашаю вас быть каждый раз на нашем богослужении. И в церкви, и, конечно же, присоединяйтесь онлайн. Очень всегда приятно. 30 сентября у нас будет служение вечерей Господней, а также у нас будет молитва благословения над маленькими детьми. Поэтому, если у вас есть маленький ребенок, который не так давно родился, и вы хотели бы провести вместе с ним тоже это служение, пожалуйста, дайте мне об этом знак. Напишите СМС-сообщение. Мне нужна будет кое-какая информация для того, чтобы вы были частью этого служения благословения. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Также хочу напомнить, что у нас продолжается регистрация на встречу, которую организовывает семейный отдел нашей церкви, который будет проходить в Санта-Крус. Напомню, эта встреча будет с 6 по 8 октября. По QR-коду, который вы сейчас видите, вы можете перейти для того, чтобы зарегистрироваться. И там написано условия, при которых вы можете быть вместе с нами. Это будет, повторюсь, интересная встреча и будет большим благословением для каждого. Так что ждем всех вас. Но, несмотря на то, что мы собираемся ехать туда, в нашей церкви тоже будет богослужение, так что не переживайте. Все смогут быть благословенными особенным образом в те выходные и в ту субботу. Еще одно объявление. Мы организовываем работу малых групп нашей церкви. Вы знаете, Илья Гриневич, он является руководителем отдела миссионерского служения в нашей церкви и сейчас он старательно работает в этом направлении. Поэтому вот какое объявление. Нам очень нужны люди, которые могли бы стать лидерами домашних церквей. Это не означает, что домашняя церковь должна быть обязательно у вас дома, но вы могли бы проводить библейские занятия с группой людей, которые соберются. Поэтому, пожалуйста, если ваш Бог побуждает, вас Бог побуждает, у вас есть определенные навыки и опыт, или же вы очень хотели бы научиться и стать лидером домашней церкви, обращайтесь к Илье Гриневичу. Также, если вы хотите просто посещать какую-то домашнюю церковь, тоже обратитесь к нему, и он скажет, какая ближе всего к вам находится. Его номер телефона сейчас вы видите тут внизу, так что, пожалуйста, обращайтесь к нему. Два вопроса. Если вы хотели бы стать лидером, и второй вопрос, если вы бы хотели присоединиться к какой-то домашней церкви. Я надеюсь, ну, не то, что я надеюсь, это Божий план. Мы видим вот служение такими малыми группами еще со страниц Священного Писания. Поэтому, друзья, присоединяйтесь, время очень особенное, и нам надо становиться ближе друг к другу и к Богу. Пускай Бог благословит нас в этом служении, в этом развитии. Хочу также сказать о том, что в Советном Церкви мы решили открыть особенный фонд для поддержки Хатуны Газелишки. Вы знаете, Хатуна является членом нашей церкви, и не так давно в ее семье произошло горе. Сгорел дом ее родного брата и племянников. Это дом, где она вырастала, где жила ее мама. Они стараются сейчас восстановить этот дом, к сожалению, повреждения очень сильные. Но все же они трудятся, потому что выхода просто другого нет. Скоро зима, осень, и пойдут дожди, и нужно все сделать в кратчайшие сроки. Мы бы хотели присоединиться к тому, чтобы решить эту проблему. Поэтому, начиная с следующей субботы и последующей за ней, у нас будет открыт фон для помощи Хатуни Газелишвили и ее родным и близким. Пожалуйста, будем очень благодарны за ваши открытые сердца, открытые руки в поддержке этого вопроса. Это все из блока объявлений. Много всякой информации, но она касается жизни, служения нашей церкви. Также хочу напомнить, что мы продолжаем молиться за Ольгу Казаренко, за Валентину Жигайлов, за Майю Нилсон, за ее племянницу Таню, которая срос печени из-за гепатита. Также мы молимся за сына Майя Нилсона, у него раки и он сейчас проходит лечение. Ну и, конечно же, мы не перестаем молиться за окончание войны в Украине. Пожалуйста, пускай эти молитвенные просьбы звучат из ваших уст, когда вы склоняетесь на колени в молитве. В заключении хочу прочитать текст из Священного Писания. Это книга притчей, 16 глава, 2 стих. И тут сказано. «Все пути человека перед глазами его чисты, но Господь оценивает побуждения». Очень интересный стих с глубоким смыслом. Бог смотрит не только на то, что мы делаем, как мы говорим, но чем мы движены. Поэтому пускай все намерения нашего сердца будут чисты. Божьих вам благословения, дорогие друзья. До встречи на богослужении в эту субботу у нас в церкви тут или же онлайн. Всего вам наилучшего. Спасибо.